привет оля добрый день веселая минутка да ну мы не будем сначала начинать значит так пригожин ответил путину пишет маша слоним президента то есть цитата его президент ошибся мы патриоты своей родины мы воевали и воюем все бойцы вк вагнера и никто не собирается по требованию президента фсб еще кого-нибудь прийти с повинной мы не хотим чтобы страна жила дальше в коррупции обмане и бюрократии ловко по моему как ты смотришь на все это дело с удовольствием конечно смешно смешно я понимаю что это любой исход вот этой битвы как обычно до жабы и гадюки там не очень битва но тем не менее любой исход мне кажется устроить украину вы меня лично да смотри теперь давай чуть поглубже поговорим акунин откликнулся пишет российское государство начинает разваливаться у нас на глазах военных мятежей такого масштаба любого масштаба не было со времен гражданской войны и устроил эту банановую турбуленцию сам диктатор сначала он вопреки закону запрещающему наемничество создает плохо контролируемая вооруженную структуру финансирует ее левыми доходами позволяет набрать туда уголовников молча наблюдает как огромная банда все больше отвязывается все это происходит на фоне личной войны диктатора затейными исключительно для того чтобы расчесать свое эго притихшая россия вжав голову в плечи наблюдает за тем как капитан бодро ведет корабль на айсберг так и распадаются империи спокон веков с древнего рима у меня вопрос вот михаил светов я его цитировал он задал интересный вопрос он спросил а почему молчат элиты почему только союз армян россии поддержал путина вот на мой взгляд это тревожный это очень тревожный сигнал очень тревожный сигнал плюс я рекомендую всем зрителям посмотреть монолог соловьева из машины где он говорит что враг там там враг но он не называет имя пригожина человек который матом в эфире официальных каналов крыл байдена шольца ну всех этих понимаете он обходит старательно фамилию пригожина что происходит мне кажется такая заразная происходящее от путина такая эзотерика не называя явление по имени она как само собой рассосется откуда собственно произошло слово медведь видметь это вот оттуда какое-то древнее древнее живущее язычество в этих людях но помешано такое на вполне себе фашистскую эзотерику а все остальное ну слушайте крыть матом пригожина дело неблагодарное потому что будешь почему элиты молчат почему нет заявлений всех вокруг что путин мы тебя поддерживаем легитимный президент но кадыров молчал молчал собственно всю ночь и все утро ночи позднее кадыров послушай меня кадыров молчал понятно почему ему нужно было назвать пригожина правильно как его назовет путин понимаешь чем дело поэтому он молчал заявление кадырова появилась после выступления путина когда стало понятно что это вооруженный мятеж но понимаешь да нельзя бежать впереди паровоз это не поддержка знаешь что такое или это значит заявление например союза театральных деятелей или рспп или я не знаю хоккейного клуба динамо согласовывать все это штат еще не торопясь люди понимают до суббота вот в понедельник они будут на работу будут согласовывать никто же не ждет там заявление я не знаю там артиста мошкова да кому нафиг интересно да что он может сказать артист мошков или артист миронов все же нам понятно что может сказать это какие-нибудь союзы каких-нибудь деятелей любых они да не торопятся у них суббота хорошо как ты видишь развитие событий я думаю что мы увидим все сегодня я думаю что мы увидим до конца суток или сегодняшней ночью собственно чем все это закончится или заканчивается будет кровь но кровь вообще неизбежно кровью россии закончат это всю в любой случай эту страницу да эту историю позорно все это закончится в россии и кровью а будет ли это сегодня ну а сегодня это будет кровь и как-то все это закончится я думаю что боя под москву или в москве это закончится я думаю так я сделаю ставку на это и конечно волнуюсь за оставшихся там друзей знакомых да не выходите из дома не совершать ошибку ну а с ними чего останется будут дома ждать с попкорном сейчас же это популярно тем не менее я подозреваю что и жертв случайно жертв будет много да где в москве москве но я говорю это как-то без трепета потому что мы каждый день читаем утренние сводки о погибших в городах украины вот и сегодня с утра да все были заняты а приходили сводки то сколько погибло в киеве еще три человека и разрушена еще 16 этажка все он приходит и приходит и а может воспринимаем как прогноз погоды были осадки да были осадки так кто промахнулся путин промахнулся и конечно промахнулся путин а путин делает чудовищные ошибки практически каждый день вот уже очень много времени и начал промахиваться уже и там где он был обычно хорош там на внешней политике встреча с африканскими лидерами которые оборвали на самом интересном месте собственно тому свидетельство да акила промахнулся акила стал старый безумный перестал иметь хоть какую-либо связь с реальностью и то что он сегодня зачитал эту наспех подготовленную абсолютно нелепую речь после которого даже лдпр на своем официальном канале прорисовали ему сиськи а это вообще любопытная история любопытная история как все обзываются друг на друга бабами это в это вообще потрясающе ты сидишь и слушаешь пригожин говорит бабы лдпр рисует сиськи путину баба окей хорошо мы запомнили господи хорошо давай теперь посмотрю у меня хороший твиттер у меня хороший твиттер и значит невзлин невзлин пишет путин не назвал пригожина пригожиным зато произнес слово предательство в переводе с путиным с путинского на человеческий это означает что у пригожина нет шансов на прощение никаких игр все по-взрослому операция огонь по штабам о которой я неоднократно предупреждал входит в решающую фазу почему именно сейчас до 1 июля осталась неделя пригожин надеялся до последнего что путин не заставит именно его и его бойцов идти по контракту под шойгу надеялся напрасно путин нанес ему смертельный удар в спину предал по настоящим по всем понятиям отдать дело всей своей жизни своего вагнера шойгу ну как это возможно мало того это было совместное дело жизни и пригожина и путина тут уж лучше правда погибнуть чем быть до такой степени опущенным своим злейшим врагом на глазах у всей зоны путин только что слил своего верного друга возможно самого верного отдал приказ о его убийстве все они жили и живут по законам мафии и умирать будут также включая главаря вот как написано написано я сегодня ночью слушала пастухова и это пастухов сказал что вот это все мятеж это потому что начали трогать незвенно назначать его иностранным агентом а трогать незвенно нельзя сразу поднимается древняя еврейская сила и вот замечательно да она где-то там сидит понимаешь так далее как ты считаешь последний вопрос воспользуется ли украина этим делом ну я надеюсь я надеюсь что да я надеюсь что все что происходит в россии вот особенно такой идет на пользу украине и безусловно смотреть на то как враг украины пригожим сейчас вступил уже фактически в вооруженный конфликт схватку с врагом украины путина и врагом украины шойгу и врагом украины герасима смотреть на это одну удовольствие спасибо тебе большое я очень тебя признателен ольга романова благодарю тебя спасибо что нашла время для нас